Друзья, приветствую! Антон из Мытищ Московской области прислал образцы масла Profix 540 SP и Elsac GF6. Честно говоря, для меня загадка, как согласуются эти допуски Elsac и SP энергосберегающие с вязкостью 540. Ну ладно. Так, значит, данного масла еще не было, поэтому первым делом я, естественно, создам эталон, обновлю спектрограмму, посмотрим, что намерит прибор, подкорректирую, ну и далее можно будет проверять отработку. Так, смотрите, вот такая спектрограмма, особых эстеровых пиков я не вижу, здесь у нас 6,07, то есть в принципе нету ничего такого. Далее выбираю это масло, сейчас подкорректирую значения, если потребуется, ну и буду приступен к проверке и отработке. Так, смотрите, прибор намерил 70% противоизносных присадок, то есть в принципе логично для этих допусков, на мой взгляд. Я выставляю этот уровень как 100%, точка отсчета, скажем так, подкорректирую сейчас гликоль, сажу и обратите внимание, сейчас покажу вам, значит, кислотная 1,45, низкая и щелочная 5,9. Ну, здесь явно заниженные, я нашел данные лаборатории завода, там 7,5, вот, значит, я думаю, что это из-за того, что в данном масле присутствует магний в пакете. Магний, магний это щелочной металл, новые такие пакеты и показалось мне похожим это масло на Kix G1. Так, значит, можно приступать к проверке отработки, это третий Forester, 2,5, EG25, 171 сила, пробег 257 тысяч, приличный, пробег на масле 7300 километров, 50 на 50 город, трасса, долито полтора литра и топливо АЕ95. Так, все, прибор заканчивается с измерением и давайте посмотрим. 77% по противоизносным присадкам, отличный результат. Хотя, возможно, попадание есть топлива. Так, гликоля нет, нитрование, сажа 0,04%, такой нормальный приемлемый уровень, но видно, что обычно это там 2-3, но 4 тоже граничное значение, кислотное 2,64 практически на 1,2 единицы подросло. Видно, что, да, здесь больше, на мой взгляд, больше 200 моточасов, к сожалению, средней скорости и моточасов нет. 1,9 щелочное и воды меньше, чем в свежем. 1,9 щелочное, явно заниженное, учитывая то, что магниевый пакет, я думаю, что повыше оно, как минимум, я думаю, что 3 должно быть, по идее, вот здесь 3 и 4, наверное, вот так, то есть какой-то минимальный еще запас у масла должен быть, но, к сожалению, видите, это металл, а это инфракрасный спектрометр, у него нет энергетики, как на плазме, чтобы прожечь и определить. Все, так, смотрите, по вязкости, да, по вязкости плюс 28 от максимального процента, но это скорее, наверное, здесь больше города, на мой взгляд, судя по вязкости, чем трассы, вот, если, конечно, тут не попадает топливо в каких-то приличных количествах. Так, не забывайте, пожалуйста, прошу вас отметить видео, палец вверх, подписаться, кто не подписался, нажимайте колокольчик, если хотите получать уведомления. И давайте посмотрим на прогноз, но еще раз подчеркиваю, прогноз подзанижен, не знаю, надо было, наверное, все-таки 7,5 поставить и посмотреть, что получилось бы, вот, но магний, магний сыграл свою роль. По, значит, смотрите, мощные нейтрализующие свойства 6,250, по нейтраланию неплохо 11, 500 почти, если пересчитать по нейтраланию, у меня получилась средняя скорость где-то в районе 28, но очень похоже, что и трасса 28, даже ближе к 29, вот, по вязкости тоже нормально все, если это 29, то можете пересчитать, можете разделить это значение, ну, хотя здесь прогноз занижен, я думаю, что он повыше, но не забывайте, все-таки полтора литра долито, очевидно, есть проблемы с мотором, если такая, в принципе, существенная доливка, возможно, это вентиляция картерных газов, можно клапан посмотреть, вот, но, знаете, многие знаете, что у Subaru оппозитные моторы, а у оппозитных моторов вследствие гравитации есть определенная проблема, то есть поршни лежат в горизонтальной плоскости, естественно, нижняя часть поршня под воздействием гравитации больше прижимается, ну, как бы и сильнее изнашивается, чем верхняя часть поршня, вот, вот такая конструктивная особенность, и я думаю, что на этом пробеге уже, в принципе, может быть определенный естественный износ, от этого просто не убежишь, никуда не денешься, поэтому и некоторые доливка требуется, здесь получается, что конструкция мотора располагает к ускоренному образованию эллипса в цилиндре, хотя, может, кто-то из мотористов и специалистов поправит меня, может быть, там как-то нижняя часть блока усилена там или закалена дополнительно, ну, не знаю, но тем не менее, значит, вот такая картина, масло, в принципе, для своего допуска мне показалось нормальным, вот, но здесь, к сожалению, вот двигатель внес свои, ну, как обычно, коррективы. Вот такой получился тест, благодарю Антона за предоставленные образцы, за поддержку канала, всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это, желаю всем удачи и здоровья, берегите себя и близких, всем мира, увидимся в следующих видео, пока!